Битва интеллектов Здравствуйте. Здравствуйте все, кто знает название ночных клубов Лондона, в которые не пускают Андрея Аршавина, а также все, кто хочет это узнать. Вы смотрите шоу «Битва интеллектов» на канале «Губерния». Пятый сезон набирает свои обороты. Сегодня у нас третья игра. Я приглашаю за красный игровой стол команду НБСП. В составе Роман Кроп. Владимир Богатырев. Владимир Куликов. Сергей Абрамов. И капитан команды Александр Беляев. Их соперники за желтым игровым столом. Команда «Теория большого взрыва» ТБВ. Анастасия Михайлова. Руслан Мамедов. Александр Сидоров. Тимур Фахруддинов. Андрей Севастьянов. И Александр Хроменков. Александр Хроменков у нас капитан команды ТБВ. Я напоминаю вам, уважаемые телезрители, что мы играем по круговой системе. Восемь команд. Каждый сыграет с каждым. Они при этом разбиты на две подгруппы. Старшую и младшую. Очки считаются между собой в подгруппах. Победители каждой из подгрупп, а также команды, занявшие вторые места, будут играть в финальной игре сезона. Ну что же, ваш бой. Вопрос номер один. Леонид Парфенов пишет, что в советские времена, в Средней Азии, появилось свое «оно». Это города Самарканд, Бухара, Хива. Вопрос. Назовите его двумя словами. Время. Вам быстрее была команда НБСП. Слушаю вас. Ну, на этот вопрос ответит Роман Кроп. Ну, допустим, «Золотое кольцо». Вы совершенно правы. 1-0. «Золотое кольцо Средней Азии» по аналогии с «Золотым кольцом Центральной России». Итак, продолжаем. Вопрос номер два. Уважаемые команды, в произведениях Юлия Буркина и Сергея Лукьяненко «Остров Русь» князь Владимир предлагает просителю богатырского звания походить сначала в добрых молодцах, совершить несколько славных деяний, а заодно и на подсобных работах потрудиться. Внимание, вопрос. Как звали конюха, к которому направил князь этого просителя в качестве подсобного рабочего? Время. Команда НБСП. Слушаю вас. Ну, книжка полна иллюзий на древнегреческие мифы тоже. Но, в общем, конюха звали Авгий. Вы совершенно правы. По аналогии с авгийными конюшнями, которые предстояло очистить. 2-0. Команда НБСП берет с места в карьер. Вопрос номер 3. Внимание. Одна русская туристка, гуляя по Стамбулу, это так редко, увидела, как под колоритной чинарой сидели несколько старцев. Возле каждого из этих старцев лежал мешок. Внимание, вопрос. Что старцы время от времени помещали в эти мешки? Время. Ну, что-то ну, это было врях. Итак, команда «Теория Большого Взрыва». Слушаю ваш ответ. Ответит Александр Сидоров. Пожалуйста, Саша. Пусть это будет шелуха от семечек. Они помещали шелуху от семечек, считает команда ТБВ. И 20 секунд есть у команды НБСП. Они сидят в тени дерева. Либо они курят, либо они курят. Они могут эту самую ченару есть, но это вообще-то вредно. Это очень пошло, ассоциация с ченарами. Зачем цены мошки? Пять секунд, и команда НБСП вперед. Ну, ладно, ответ у нас нет риска, но ответьте. Ну, возможно, они курили, а они могли окурки убирать. И окурки бросали в мешок, да, считаете вы? Ответ неверен. Уважаемые команды, давайте так. Так, что у нас делают российские туристы в Стамбуле обычно? Пьют. Ну, понятно, да? Кроме того, что они дегустируют местные алкогольные напитки, что-то они же еще делают. Они фотографируют. Вы совершенно правы. А правоверным мусульманам не рекомендуется фотографироваться. Поэтому время от времени правоверные мусульмане, старики, они прятались от назойливых туристов-фотографов, они помещали в мешок свои головы, одевали мешки на головы. Вот такой был ответ. Вот тут я понимаю. 2-0. 2-0. Счет остался прежний. Вопрос номер три. Внимание. Уважаемые команды. В день святого Захария, 21 февраля, русские крестьяне вспоминали не столько Захария, сколько Иисуса, который по преданию в этот день увидел луну на исходе. Поэтому крестьяне доставали и кропили их, так сказать, благословляя на будущую работу. Внимание, вопрос. Назовите их. Время. Быстрее была команда НБСП. На этот вопрос ответит Владимир Богатырев. Что же? Мы считаем, что это были серпы. Это были серпы. Луна на исходе напоминает серп. Все правильно. 3-0. 3-0. Давайте, уважаемые команды, в своем заключительном вопросе поговорим стихами. Итак, в своем стихотворении Семен Островский пишет, что сочинил стишок на тему семейства австралийских Эму. В ответ Эму попросили его сочинить. Внимание, вопрос. Что? Время. Время. Типа там вот что-нибудь может, там вот какая-нибудь эпиграмма или что-нибудь такое. То есть там... Ну нет, 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 конкретно нет. Что-то похоже просто. Прошу, что ли? Нет, может быть. Спасибо. Спасибо. Какой темный. Что? Что? Сейчас. Давай. Остань. 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 Итак, команда НВСП рискует отбить. Ладно, для меня, видимо, дошел ответ, но они, видимо, попросили его сочинить по Эму. Я написал стишок на тему семейства австралийских Эму. Пришло письмо от африканских Эму. Раз так, теперь пиши про нас по Эму. Совершенно правильный ответ. 4-0. 4-0. Команда НВСП берет этот вопрос. Спасибо, уважаемые команды, за игру. 4-0. Победу одержала команда НВСП. Шоу «Битва интеллектов» на канале «Губерния». Уважаемые телезрители, для вас. И игра номер два сегодняшнего боя. Приглашаю за красный игровой стол команду «Польза». Кристина Нахтегал. Григорий Данилов. Татьяна Авдиенко. Олеся Теймурова. И капитан команды Илья Овсянников. Их соперники за желтым игровым столом. Команда «Сикс Пистолс». Первый из пяти ожидающих вас вопросов, уважаемые команды, звучит следующим образом. По некоторым сведениям, чтобы его заполучить, надо выйти в полночь, в полнолуние, на улицу с левым ботинком, привязанным на веревочку, и тянуть ботинок за собой. Именины они празднуют 1 апреля. Внимание, вопрос. Назовите их время. Вообще, если я представляю эту картину, среди ночи человек тянет ботинок на веревочке. Что скажут люди окружающие? Тихо. 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 А какие уж они? Ага. Пять секунд. Ни одна из команд не ответила. Счет не открыт 0-0. Госпожа Нахтегал, возьмите микрофон и скажите, если я вам скажу, что самого известного из них зовут Кузя, вы скажете, кто они? Домовые. Как только человек почувствует, что ботинок стал тяжелее, надо тянуть его домой, не оглядываться. Бродячий дымовой согласится ухаживать за домом этого человека. Они домовые, отмечая свой день рождения, 1 апреля. Вот такой был ответ. Номер два. Звучит этот вопрос следующим образом. Платон утверждал, что Додекаэдр – это план мироздания. А как он называл то, строение чего отражает, по его мнению, Додекаэдр? Время. Итак, Six Pistols были первыми. Слушаю вас. Ну, попробую ответить я. Допустим, строение Земли, планеты. Строение Земли. 20 секунд у команды польза. Додекаэдр – встроение чего отражает Додекаэдр? Ну, предположим, строение общества. Додекаэдр делит сферу на 12 частей, уважаемые команды. По мнению Платона, он отражает зодиак. Вот такой был ответ. 0-0. Счет не открыт. Вопрос номер три. Эльза Скиапарелли, побывав в Москве, поразилась длине очереди и сравнила виденный ею экспонат, в кавычках, с экспонатами Лондонского музея восковых фигур. Внимание, вопрос. Где был выставлен этот экспонат? Время. Вот тут-то команды были быстрыми, но быстрее оказалась команда польза. Слушаю. Ну, такая очередь. По-моему, она до сих пор там сохраняется. Это у мавзолея, у тела Ленина. Я не могу сказать, поскольку не знаю, сохраняется ли очередь, но это действительно в советские годы было так, в мавзолее Ленина. 1-0. Команда польза повела. Вопрос номер четыре, уважаемые команды. Фамки Янсен заявляет, цитирую, Я не хочу идти по чьим-то следам. Мы ведь живем не на нем. Конец цитаты. Внимание, вопрос. Назовите его двумя словами. Время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Время подходит к своему завершению, уважаемые команды. И команда Six Pistols пробует ответить на этот вопрос. Попробую ответить я. Допустим, мы живем не на необитаемом острове. Мы же живем не на необитаемом острове. 20 секунд у есть у команды польза. Я слушаю вас, уважаемая команда польза. Ну, предположим, что это Млечный путь. Млечный путь. Этот ответ тоже неверен. Уважаемые команды. Я не хочу идти по чьим-то следам. То есть не хочу идти след в след. След в след, уважаемые команды, ходят на минном поле. Мы ведь живем не на минном поле, говорил Фанки Янсен. 1-0 счет остался прежним. Вопрос номер 5, он же завершающий для вас сегодня, уважаемые команды. Итак, однажды госсекретарь Соединенных Штатов Дуайт Дэвис заказал супруге на годовщину свадьбы некое изделие из хрусталя. Супруге подарок не понравился. Дэвис не растерялся и очень удачно сплавил это изделие, попутно увековечив свое имя. Внимание, вопрос. Что это было за изделие? Время. Команда Сикс Пистолс. Ответит Анастасия. Итак? Ну, допустим, это была Туфелька. Это была Туфелька. Вы не правы. 20 секунд и команды Польза. Если бы его жену звали Синдерелло, тогда бы действительно да. Но так нет. Слушаю вас, команда Польза. Ну, предположим, что этот приз был салатницей, и он потом отдал его теннисистам. Если я правильно понимаю. В 1899 году у четырех студентов Гарвардского университета зародилась идея проведения теннисного турнира, в котором участвуют национальные сборные команды. Дуайт Дэвис разработал схему турнира и купил на собственные деньги салатницу, серебряный кубок. Своё название турнир получил лишь только после смерти Дэвиса в 1945 году. Вот такой был правильный ответ. 2-0. Победу одерживает команда Польза. Спасибо за игру, уважаемая команда. Уважаемые телезрители, вы смотрите шоу «Битвы интеллектов» на канале «Губерния». Третий бой сегодняшней игры. Красный игровой стол. Команда «Версия 2.0». Светлана Яковлева, Руслан Сафронов, Анна Белова, Владислав Логинов, Алена Ерёменко и капитан команды Евгений Шерстовитов. Жёлтый игровой стол. Их соперники – команда «Паровозик», который смог Владислав Харизин, Дарья Макушова, Алексей Беляев, Елена Ижиурова, Амаль Имангулов и капитан команды Никита Рублёв. Обе команды имеют в своём активе по три балла после двух туров. Начнём ваш поединок. Пять вопросов. Первый из них прозвучит прямо сейчас. Во времена наполеоновских войн несколько человек из каждого кавалерийского полка, идущего в атаку, обязательно имели в своих сидельных сумках гвозди и молотки. Внимание, вопрос. Зачем? Время. Версия 2.0, Евгений. Ответьте свою версию, Алены Ерёменко. Мне кажется, что, скорее всего, подковывать своих лошадей. Подковывать своих лошадей – это неверно. 20 секунд для команды «Паровозик», который смог. Маг прибивать, вот это логично. Так, ещё что может быть? Гвозди молотки? Что нужно прибивать? Какие-то древянные вещи? Редуты прибивать? Ещё что-то? Прибивать. Гвозди ставить не нужно. Да блин, скажи, древний. Пять секунд. Кто будет отвечать, ребят? Отвечу я, Никит Рублёв. Возможно, чтобы прибивать флаг на вражеской территории. Возможно, чтобы прибивать флаг. Уважаемые команды. Во время кавалерийских атак захватывались пушки. Но не всегда они удерживались. Так было, например, при Ватерлоо. И для того, чтобы их испортить, в запальное отверстие на казённой части забивался гвоздь без шляпки. Ответ, чтобы заклёпывать захваченные пушки. Вот такой был правильный вопрос. 0-0. Счёт не открыт. Вопрос номер два. Папа Урбан VIII из семейства Барберини приказал снять бронзу с портика римского пантеона. Римляне отозвались на это так, цитирую. «Чего не сделали они, то сделал Барберини». Конец цитаты. Внимание, вопрос. Назовите их время. Команда версии 2.0. Итак, ваш ответ. Ответит Светлана Яковлева. Госпожа Яковлева, назовите их. Ну, допустим, речь идёт о вандалах. Я не услышал. Ещё раз, пожалуйста. Вандалы. Одно из варварских племён. Это совершенно правильный ответ. Это совершенно правильный ответ. Фамилия Барберини, по всей вероятности, происходит от слова «варвары». 1.0. 1.0. Повела команда версии 2.0. Вопрос номер три. В 1998 году во время визита в Папуа-Новую Гвинею классически образованный английский принц Филипп совершенно искренне посоветовал встречному студенту-путешественнику срочно уезжать из страны, чтобы с ним не сделали, внимание, вопрос, чего именно время. Команда версии 2.0. Ну, у нас такая чёрная немножко версия, но чтобы его не съели, допустим. Английский принц Филипп, я подозреваю, был поклонником творчества Владимира Семёновича Высоцкого. Но почему аборигены съели кука, за что неясно молчит наука? Действительно, он посоветовал, чтобы уезжать, чтобы его не съели. 2.0. 2.0. Впереди команда версия. 2.0. Вопрос номер четыре вас ждёт, уважаемые команды. Согласно результатам опроса аналитического Левада-центра, который проводился перед Чемпионатом мира по футболу в 2006 году, 6% опрошенных считали, что Чемпионат мира выиграет сборная России, несмотря на какой-то факт. Вы назовёте сейчас этот факт. Время. Итак, быстрее была команда, паровозик, который смог. Слушаю вас. Ответит капитан Никита Рублёв. Дело в том, что сборная России не участвовала на том чемпионате мира. Не прошла. И 6% считали, что она всё равно выиграет. Оле-оле-оле, Россия чемпион. Да, действительно, 2-1. Завершающий вопрос вашего поединка, уважаемые команды. Сын автор вопроса, который я вам сейчас задаю, за определённое сходство называет уличные фонари йо-йо. Вопрос. Название какой торговой марки мы заявили словом йо-йо? Время. Слушаю команду версии 2-0. Что ж, надеюсь, наша версия будет правильной. Ну, допустим, называлось о сходстве с Чупа-Чупсом. Вы совершенно правы, 3-1. Победу в этой игре одерживает команда версии 2-0. Завершающий поединок сегодняшней игры, уважаемые телезрители, в нём участвуют. Красный игровой стол. Команда Роман. Алёна Слуднова. Станислав Кондратьев. Ольга Соколова. Артём Оксанов. И капитан команды Александр Хорясов. Их соперники. Жёлтый игровой стол. Команда Питер Бора. Виктория Бочкарёва. Алжас Айткалиев. Маргарита Флорова. Уважаемые команды. Вопрос музыкальный. Герой песни Владимира Высоцкого. Футболист, завидующий более удачливому коллеге. Он настолько отчаялся, что предчувствует, что попадёт с неё на скамью подсудимых. Назовите её двумя словами. Время. Быстрее была команда. Роман, слушаю вас. Мы так понимаем, что эти два слова – это скамейка запасных. Ничего, после матча его подожду, и тогда побеседуем с ним бессудимый. Пропаду, чую, сердце моё попаду. Со скамьи запасных на скамью подсудимых. Действительно, это скамейка запасных. Как пел Владимир Семёнович Высоцкий. 1-0. Счёт открыт. Повела команда Роман. Вопрос номер два. Однажды теннисистка Елена Дементьева шла по пляжу острова Бали и увидела ёжика. Девушку просто очаровала диковинная находка. Но она ошиблась и вскоре была отравлена. Вопрос. Что коллекционирует Елена Дементьева? Время. Команда Роман пробует ответить. Слушаю вас. Нам почему-то кажется, что она коллекционирует теннисные мячи. Ну, может быть, она, конечно, и коллекционирует теннисные мячи. Но сейчас в этом вопросе вы не правы. Время для команды Петербора. Петерборг. 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 Слушаю вас. Господин Золотов, кто будет отвечать? Секундочку, я вспомню версии. Итак. Отвечу я. Она коллекционирует ракушки. Ракушки? Да. Уважаемые команды. Она ошиблась. Было ключевое слово. И вскоре была отравлена. То есть, за что она приняла ежика? За кактус. Елена Дементьева коллекционирует кактусы. Она сама говорит, что кактусы – это единственное растение, которое выживает у меня дома, потому что я постоянно в разъездах. А кактусы поливать не надо. Вот такой был вариант ответа. 1-0. Счет остался прежним. Вопрос номер 3. Внимание. После убийства она даже не пыталась скрыться, поскольку верила, что после смерти непременно попадет в рай, где сможет встретиться с Брутом. Внимание, вопрос. Назовите ее время. Отвечает Роман Никушин. Команда Питер Бора. Отвечает Роман Никушин. Пожалуйста. Наиболее логичным считается, что это была Клеопатра. Это была Клеопатра. 20 секунд для команды Роман. Ответ неверен. Это не Клеопатра. Хотя та была тоже стерва. Убивала много. 5 секунд, ребят, у вас. Есть ли вариант ответа? Нет. Нет, господин мой дочь. Уважаемые команды. Она убила Жанна Поля Марата. Ее казнили и кабинцы. Она не пыталась скрыться, поскольку уверила, что после смерти непременно попадет в рай, где встретится с Брутом. Ее имя? Анна Шарлотта Карде. Вот такой был правильный ответ. 1-0 счет остался прежним. Переходим к вопросу номер 4. Внимание. В Портленде есть такой лес. В Сакраменто такие предгорье. В Фениксе такая пустыня. Всех их объединяет искусственный материал. И все они названы по аналогии с более известным районом, который находится к югу от Сан-Франциско. Вопрос. Что это за район-время? Быстрее была команда Роман. Слушаю вас. Это Силиконовая долина. Имеется в виду название технопарков. Силиконовый лес, силиконовая пустыня и так далее. Названный по аналогии с Силиконовой долиной. 2-0. Вопрос номер 5. Завершающий вопрос вашего поединка. И сегодняшняя игра звучит так. Статья о Екатерине Тимофеевой. Это дизайнер, вице-президент компании Crystal Group. Называлась «Она лучший друг их». Внимание, вопрос. Назовите ее и назовите их. Время. На кнопке быстрее была команда. Роман. Она – это девушка, а они – это бриллианты. Девушка – лучше подарок. Как поется в песне группы Виагра «Лучшие друзья девушек» – это бриллианты. Совершенно правильный ответ. 3-0. Победу одерживает команда Роман. Турнирную таблицу вы видите на своем телеэкране. Уважаемые телезрители, на этом третья игра пятого сезона подошла к своему завершению. Смотрите шоу «Битвы интеллектов» на канале «Губерния». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин